ИСТЕЦ Первое убийство в колонии строгого режима за убийство своей жены. Циничное убийство. Мне дали 10 лет, 2 года, из которых я уже отсидел, осталось мне 8 лет. За время нашего супружества я взял потребительский кредит в банке. И на эти финансовые средства в размере 2 миллиона 600 тысяч я приобрел два автомобиля. На какие средства ты его приобретал? Один стоимость. Галина Сергеевна, будьте добры, не передавайте. Так ответьте, не мешайте, пожалуйста. Извините, Ваша честь. За эти средства я приобрел два автомобиля. Один стоимостью 1 миллион 200, другой стоимостью 1 миллион 400 рублей. После случивших событий... По кого были оформлены автомобили? Эти автомобили были оформлены я полностью на жену свою. Все два автомобиля. Куплены они за наличные средства были деньги. За чьи средства? После случивших событий, это имущество перешло в наследство ее родителям. Я понимаю, что я сейчас являюсь недостойным наследником нашего имущества, но по закону... Нет, вы являетесь недостойным наследником имущества вашей умершей жены, как наследник. Да, я это прекрасно понимаю. Я знаю, что я по закону... То есть вы не подавали по этому, да? Не, не подавал, да. Я не претендую. Заявление о принятии наследства вы не подавали? Да, не подавали. Я это понимаю, но я не претендую на эти два автомобиля. Чтобы ты претендовал на что-то. И на супружескую долю не подавали? И на супружескую долю я не подавал, да. Хотя закон допускает. Да, я понимаю, что... Ну, мой иск, он требует того, чтобы долг, который за мной остался в виде потребительского кредита, он перешел на ее родителей. Что ты можешь вообще требовать от нас? Голи, не перебивай. В полном объеме вы просите перевести долг? Да, в полном объеме. Совершенно верно. Потому что после того, как я выйду через 10 лет, это будет порядка, там, 4, больше 4 миллионов рублей. Я не в состоянии буду этих выплачивать. Слушай, моя дочь уже никогда не выйдет оттуда, где она висит. Так, пожалуйста, ответчик, слушаю вас. Ваша честь, уважаемый суд. Этот... Ну, я не могу назвать его человеком за то, что он совершил это циничное убийство нашей дочери. Он лишил нас единственного ребенка. А теперь свои проблемы пытается перевесить до нас. Вы знаете, кто ваша дочь? Вы знаете, кого воспитали? Наша дочь была единственным ребенком. Нашим. Так, естественно. Вы возражаете? Да, мы категорически... Я могу говорить мы, потому что представляю интересы муры. Да, конечно, вы можете так говорить. Мы категорически возражаем. Во-первых, на какие средства были куплены эти автомобили? Я могу уточнить. Наша дочь Инна до вступления в этот злосчастный брак была собственницей квартиры. Она была единственной собственницей. Эта квартира была приобретена и оформлена на нее. До брака. До брака, да. Вот договор купли-продажи квартиры, которая по семейному решению, тогда мы еще считали сей семьей... Продана была во время брака же. Я сама способна объяснить. Я делаю вам замечание. Не вынуждайте, пожалуйста, меня применять к вам меры. Ваша честь. По общему решению, так как они проживали в квартире Юрия Анатольевича, и не было нужды в этой квартире, она была продана. Продана она была за 4 миллиона рублей наличными средствами. Вот договор купли-продажи этой квартиры. Из этих же денег практически в течение недели, даты здесь все указаны, также за наличные средства были приобретены два автомобиля. Автомобили были приобретены один на сумму миллион четыреста, второй на сумму миллион двести. В это же время Юрий Анатольевич действительно взял кредит. Это был факт. На какие нужды вам известно? Деньги брались на автомобили изначально. Я же вас сейчас не спрашиваю, правда? Но, но, у меня есть документы по его расчетному счету. У него был потребительский кредит, но из них 2,5 миллиона были переведены его матери, гражданке Сергеенко. Это не эти деньги совершенно. Так. Вот у меня есть выписки из счетов, движения счетов его и его матери. Это тоже оригиналы. Которые получены, вероятно, по вопросу нотариуса, да? И вот эти кредитные деньги, да, были переведены в размере 2 миллиона 600 тысяч на его счет, из которых 100 тысяч были сняты наличными, а 2,5 миллиона были переведены на счет его матери. Откуда у вас такие сведения вообще? Вот это оригиналы. Где вы их взяли, эти оригиналы? Откуда мои документы? Отец, ну откуда? Оформляли наследство, вероятно, нотариус выдал... Нет, я объясню, откуда. Когда Юрий Анатольевич был арестован, мы с отцом разбирали, естественно, вещи и документы дочери в ее квартире, чтобы забрать их себе. И вот эти оригиналы документов лежали среди ее документов. Они не могли нас не заинтересовать, мы изучали каждую бумагу. Передайте, пожалуйста. Да, пожалуйста, возьмите. Если Юрий Анатольевич считает, что это какая-то фальсификация, ведь несложно же запросить... Я считаю, что вы должны выплачивать деньги за мои автомобили. Мы ничего не должны... Вы забрали их себе, вы используете. Ваши исковые требования понятны. Вам же понятны исковые требования? Да, конечно, в вашей честь. Понятны. Наша девочка погибла буквально через 2 месяца после приобретения вот этих автомобилей. Он цинично ее убил. Просто убил. Вы понимаете, что вы воспитали эту дочку? Она меня довела до этого состояния. Почему она тебя не доводила? Порядок в зале судебного заседания. Порядок. Что-то еще добавить желаете? Наша девочка, наша девочка. Воспитает шалаф, потом отвечает за них. Мы хорошо воспитали, Суэш. Прожила всего лишь 2 месяца после вот этой вот сделки. И даже ремонт в квартире не был закончен. Вот эти вот оставшиеся деньги от 4 миллионов. Плюс он снимал 100 тысяч. Мне сложно сказать, куда они их потратили. Это были наличные средства. Но ремонт даже остался незаконченным в квартире. Я поняла. Автомобили практически не ездили. Как можно эти деньги считать, вот эти 2 миллиона 600 тысяч, в семейном бюджете, если они... Это семейный бюджет, это наш бюджет, за который потрачены были деньги. Я поняла, просто переведены в бумагу. Что-то удаляется для ремонтических решений. Прошу всех встать. Как тебе не стыдно, Юрий? Нет, мне не стыдно. Мне надо было воспитывать эту шалаву. Знаешь что, почему мы должны платить за твою маму, которую ты перевел 2,5 миллиона? Вы понимаете, до чего она меня довела? До чего? А ты до чего? Я сейчас сижу 10 лет. Моя девочка в могиле лежит. Понимаете, что я сейчас 10 лет сижу за это? Прошу садиться. Тишина и порядок в зале судебного заседания. Суд принял решение, иск о признании кредитных обязательств, имеющихся у супруга, личным долгом его умершей супруги оставить без удовлетворения. Суд... Ваша честь. Я вас удалю сейчас из зала. Итак, в судебном заседании установлено, что полученные супругом кредитные денежные средства не были использованы на нужды семьи, а были использованы на его личные нужды. И данное обстоятельство подтверждается письменными доказательствами. В частности, в судебное заседание представлена выписка из банковского счета ИСЦА, из которой усматривается, что денежные средства в размере 2 миллионов 500 тысяч были переведены с его счета на счет его матери, то есть на счет третьего лица. Утверждение ИСЦА о том, что денежные средства, полученные им на основании кредитного договора, заключенного между ним и банком, в полном объеме были использованы на приобретение двух автомобилей для супруги, опровергаются письменными доказательствами, которые представила ответчик. Данные автомобили, как усматривается из документов, были приобретены на денежные средства, полученные супругой ИСЦА от продажи ее личной квартиры, которая принадлежала ей на праве собственности до брака. Данное обстоятельство подтверждается представленным суду договором купли-продажи квартиры и договором купли-продажи обоих автомобилей, а также выписка из банковского счета супруги о движении денежных средств. Также суд при вынесении решения учел то обстоятельство, что смерть супруги произошла через два месяца после получения ИСЦА кредита, но доказательств того, что денежные средства в этот период были потрачены на общие нужды семьи, суду ИСЦОМ не представлено. При таких обстоятельствах имеющиеся у ИСЦА кредитные обязательства не могут быть признаны личным долгом его супруги, по которому в таком случае будут отвечать ее наследники, принявшие наследство, поэтому в иске отказано на основании статьи 39 части 3 Семейного кодекса Российской Федерации. Дело закрыто. Прошу всех встать. Катайтесь теперь на машинах, катайтесь. И будем кататься. Будете кататься. Все, что осталось от дочери. Вы подвелись там на этих машинах. Как тебе не стыдно, Юрий? Убил ребенка. За дочкой пошли вы мне сюда пойдете. Я даже говорить ничего не хочу в его адрес. Решение суда. В иске отказать. А что тут скажешь, никакой справедливости. Отсиди 10 лет, а потом еще плати за капитыша лаву 4 миллиона. Мы безмирно благодарны суду, что правильно разобрался в этой ситуации. И что хотя бы ближайшие 8 лет, мы очень надеемся, этот подонок просто не напомнит нам о себе. Продолжение следует...